ну вот мы почистили его берем короче силикон чистую досточку чтобы не марать и вот это вот мажем силиконом сначала один борт потом другой мажем вот это место прикосновения где он будет обуваться вот этот вот край чтобы он легче обулся и находился уже плотненько он тогда оденется практически от руки заодно силикончиком мельчайшие царапины стараемся не пропускать и еще у меня такая рекомендация намазать вокруг соска потому что опыт показывает что если сосок будет пропускать в этом месте после намазки он уже намазывание он уже не будет пропускать так вот его формуем здесь стоит сосочек оригинальный японский ему уже 200 лет в обед но пока еще держится колесико стояла с давлением лежала но всю зиму и не спустила нисколечко намазали одну сторону можем другую это я мажу для того чтобы можно было насосом обычным ручным накачать бескамерную шину вот этот бортик можем и тогда хорошо сама одевается накачивается я уже научился все колеса вот таким вот советским насосом качаю ну вот мы намазали диск теперь берем новую покрышечку можем покрышку вот это смотрим аутсайд это значит наружная сторона значит там где сосок вот это место вот эту желтую надо совместить соском слегка без фанатизма мажем вот это вот очень слегка не надо тут сильно размазываем тонким слоем просто чтобы она была намазана не надо здесь как аквариум с рыбками делать клеить иначе потом это все вылезет наружу будет некрасиво наша задача просто чтобы это было намазано резина новая хорошо так будет сядет плотненько наденется просто чтобы было намазано слегка кого пистолета нет для герметика можно просто молотком ручка от молотка выдавливать маленько выдавил все вот проверяем чтобы сосок был и вот так его направляем раз надели и начинаем обжимать вот так раз два раз два и она садится теперь монтажкой помочь надо маленько так вот раз и дальше и здесь теперь раз и то же самое ногами на него нажимаешь так продолжаем наша вот так вот двумя ногами стали на покрышку и помогаем ей одеться так раз поджал подошел дальше и поджал снова она оделась той стороной теперь надо одеть эту сторону берем с одной стороны с какой-нибудь без разницы осаживаем ее наступаем на нее ногой стоим начинаем потихоньку осаживать не забываем про желтую метку про сосок и вот так вот потихонечку нож ногами надевается вот и вот так с одной стороны с другой стороны с одной стороны с другой стороны подошел ногами подошел ногами здесь отжал сзади тогда хорошо оденется вот так дальше пяточкой отжимаешь дальше и вот так раз все уже конец приближается теперь можно так просто оп все вот отделе теперь сосочек отцентровать если сил хватит так центруем все вернули можно одевать ниппель и накачивать берем тот же ниппель старенький который на ней стоял потому что он не пропускает вкручиваем его так упал вкручиваем вкрутили теперь берем насос и вкручиваем насос это советский насос которому 30 лет даже 40 40 ему это от запорожца который 81 года выпуска на деле смотрим на манометр и начинаем равномерно вот так накачивать первые 10 минут на манометр можно не смотреть просто качаем в манометр нисколько не поднимается а это постепенно будет натягиваться и в один прекрасный момент она как на шиномонтажке издаст такой хлоп с одной стороны и хлоп с другой стороны и накачается потом начинает дорасти давление на манометре запарился качать налил воды в щель увидел с какой стороны пузыри идут оказалось что с той стороны идет снизу перевернул покрышку налил воды туда и начал качать и она оделась короче если у вас долго не одевается налейте воды в щель она оденется вот сейчас она с той стороны хлопнула сейчас с этой стороны хлопнет маленько осталось давление уже 0,3 надо сегодня во что бы то ни стало сделать иначе силикон за встынет и все завтра уже нельзя надо качать и запастись терпением чтобы не хотелось качать надо быстро тогда она оденется даже если вам сначала кажется что вы качаете бестолку можно немного покрутить ее помочь ему пододеться может быть он где-то травит по щели но в основном с силиконом он хорошо одевается в один момент она прям просто сделает пук пук и все и накачается не отчаивайтесь качайте 100 качков и она оделась и потом еще качков 250 ну все теперь можно качать до нужного давления 2,2 по манометру вот тут около нуля чуть только стрелка поднялась все ну а теперь завершающий штрих берем слюни и мажем ниппель по дедовски видите чистенько а теперь можно продуть и накручивать ниппель где-то у меня ниппель закатился вот она вот так вот все мы не продуваем с немножко и накручиваем ниппель сильно не затягивайте потому что потом фиг открутишь после зимы после лета второе колесо готово всем пока ну вот теперь точно все фу всем пока ну и и и и и и и и